Здравствуйте! Сегодня я хотел бы обсудить с вами такую, в общем-то, безблагодатную тему, как бренды. Бренды хочу обсудить исключительно в разрезе производителей машинок для стрижки. Понятно, что бывают бренды, действительно бренды, а бывают просто какие-то наклеечки на машинках, и при этом производитель их пытается позиционировать как профессиональный инструмент. Разумеется, ориентируясь чисто на этот шилдик, название, бренд, нельзя выбирать инструмент, там нужно, конечно, внимательно смотреть, чтобы по ошибке не купить что-нибудь, технику для дома, но тем не менее. Итак, исходя из того многообразия, что представлено у нас в магазинах? К брендам, действительно брендам, выпускающим действительно профессиональную технику, я бы отнес следующий маркер. Не маркер, не бренд. Это Мозор, Ермила, Волл, Эндис, Остер, возможно, японский Трайв, Панасоник. Да, вот эти вот бренды, они довольно давно делают технику для стрижки, делают ее сами, и имеют довольно широкий модельный ряд, в котором можно выбрать много чего интересного. Итак, давайте поговорим поподробнее. Мозор и Волл. Бренды разные, но владелец у них один. Волл Кликер Корпорейшн. Волл это американский бренд, Мозор это немецкий бренд. Вся профессиональная техника Мозор собирается исключительно в Германии, у них есть еще линейка для дома, она собирается частично в Германии, частично в Денгрии. Волл профессиональная техника собирается, если говорить о машинках исключительно в США, но некоторые другие атрибуты у них, там фены, там плойки и так далее, собираются в Китае. Ну и также часть машинок собираются у них в Германии. Допустим, там машинки для животных Волл КМ-2, КМ-5, КМ-10. Дальше, следующий американский бренд Эндис, столь же, в общем-то, древний, как и Волл, где-то 1920-х годов розлива, несколько более дорогой инструмент у него, чем Волл, соответственно, менее распространенный в Америке, чем Волл. Ну, Волл просто дешевле и доступнее. Ну и, кроме того, про Волл надо отметить, что в последнее время он напоминает бешеный принтер из мира мобильной техники под названием Samsung. Как Samsung делает 100-500 одинаковых телефонов под разным названием, так вот и Волл любит, там, взять машинку, перекрасить ее в другой цвет и дать ей новое название, и таким образом заваливать рынок однотипной продукции, а Волл что-нибудь да, выстрелит. Периодически действительно выстреливает. Вот, допустим, машинка Волл Magic Leap Cordless зашла просто на ура на рынок и является хитом на сегодняшний день. Эндис на самом деле подходит к процессу создания машинок гораздо серьезнее. У них много гораздо более интересных решений. Причем, если Волл до некоторого времени выпускал только классические вибрационные проводные машинки с древним, как говно-мамонта, мотором индукционного типа, очень дохлым и, ну, не очень мотор, прямо-таки скажем, дохлый, шумный, горячий. И только недавно вот они начали выпускать роторные аккумуляторные машинки, то Эндис развивался планомерно. У них есть, как и самые дешевые индукционные машинки, кроме того, вибрационные у них есть машинки с пивотным мотором или, по-русски говоря, анкерным. И есть у них довольно много роторных сетевых машинок, очень интересных как для животных, так и для людей. И кроме того, есть у них аккумуляторные машинки, очень интересные, но дорогие. Дороже значительно по сравнению с Воллом, но и дороже даже, чем Мозоровские решения. Причем я должен заметить, что Мозоровские аккумуляторные машинки, но на сегодня одни из лучших в мире по применяемым решениям в эргономике и так далее. Ну и моторы достаточно хорошие. Следующая американская опять же фирма – это Остер. У Остер очень узкий модельный ряд и довольно высокие ценники, пожалуй, из трех американских брендов. Самая дорогая техника, ну если сравнивать технику с одинаковыми характеристиками, именно у Остер. Но, тем не менее, довольно интересные технические решения. Поэтому берут очень хорошо, особенно модели 616-606. Дальше. Японские бренды. Среди японских брендов хотелось бы назвать Трайф и Панасоник. При этом качество сборки у японцев просто выше всякой похвалы. Буквально незначительно уступают им немцы. И совсем уж плохо с качеством сборки у американцев. Надо заметить, что американские машинки стрибут отмены, все у них хорошо. Но все-таки в мелочах проявляется культура сборки такая, как, допустим, кнопку могут поставить наизнанку. Там, где написано «вкл» она выключает, а там, где написано «вкл» она включает. Было такое, да, сейчас американцы усиленно экономят, закупают китайскую фурнитуру. Бывают периодические случаи, что просто там кнопки с завода не работают, включение-выключение. Кроме того, бывают частенько у американцев дефектные ножи. Да, сразу после покупки надо обязательно проверять. Что еще? Ну, в общем-то и все. Это у нас бренды первого эшелона, то, на что следует обратить в первую очередь внимание. Бывают и такие недобренды, которые там позиционируют себя как профессиональная техника. Говорят, что оно там немецкий производитель, там еще какой-то там. Но на самом деле собираются в Китае. Я не буду даже называть эти бренды, чтобы не рекламировать их. Я думаю, все их видели в магазине, завалены привалки, прилавки ими. При этом стоят они в два, в три, а то и в пять раз дешевле, чем аналогичная по характеристикам техника от нормального производителя. Такого, как Мозер или Вол. И следует отдельно выделить еще небольшую группу брендов. Это бренды, для которых машинки являются не специфическим продуктом, но которые выпускают какую-то премиальную продукцию. Допустим, здесь можно вспомнить такую группу продуктов, группу компаний. Такой бренд, как Велла. На самом деле Велла это в первую очередь косметическая компания, но тем не менее она выпускает и технику различную, допустим, машинки. При этом сама она их не производит. Она только наклеивает свои шинтики, а производство доверяет другим компаниям, как, допустим, Мозер, либо еще какие-то производители. Берет уже испытанные модели, вносит изменения некоторых в дизайн, лепит свое название и продает по цене в разы выше. Но, тем не менее, техника очень хорошая, очень удобная, иногда со своими какими-то изюмниками. Тоже в степь у нас идет и такой производитель, допустим, как Ягуар. Ягуар, вы, наверное, все прекрасно знаете, выпускает ножницы замечательные. Расположен в Германии, так же, как и тот же Мозер. И, наверное, поэтому некоторые машинки Ягуар до боли напоминают машинки Мозер. Допустим, Ягуар Fusion CM2000 является практически полной копией Мозер Примат. А при этом, как это не прискорбно говорить, но качество Ягуара получается выше, чем качество самого Мозера. Почему? Ну, сам бренд все-таки подороже, следит за качеством гораздо больше и, видимо, все-таки предпочитает позиционировать свою технику как премиальную и не жалеть денег на производство. Ну, просто чтобы в очередной раз напомнить о себе, чтобы человек имел ножницы Ягуар, машинку Ягуара, ну, еще не знаю, что-то машину Ягуара. Итак, вкратце о брендах все. Можете, конечно, соглашаться, можете не соглашаться. Все это очень субъективно. Напоминаю, что бренд не определяет качество. У каждого бренда есть как очень хорошие модели, так и откровенно провальные. Да, но, тем не менее, бренд может гарантировать вам некоторое качество, которое не опустится ниже определенной планки, не скатится до уровня откровенной китайщины, которая разваливается у вас через год. Если будут какие-то замечания, пишите. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Ну, и заходите в гости на наш основной сайт. Enot.po.str.ru Или Enot.po.str.ru На сегодня, пожалуй, все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok